Частота и прозрачность предстоящих выборов – один из основных вопросов встречи с председателем избирательной комиссии городского округа Максимом Балабановым. Журналистам наглядно демонстрируют свето-непроницаемые сейф-пакеты, где будут храниться заполненные бюллетени. Каждому пакету присвоен индивидуальный номер. Безопасность содержимого обеспечивает вот эта контрольная лента. После снятия защитного слоя и закупоривания пакета его вскрытие без видимых следов невозможно. Для хранения пакетов с бюллетенями предусмотрен особый порядок. После запечатывания их отправляют в сейф, который будет находиться под круглосуточным наблюдением камер. Доступ к видео с места предоставят не всем. Увидеть происходящее в режиме онлайн смогут только кандидаты, участвующие в избирательном процессе, представители правоохранительных органов, а также члены избирательных комиссий. По словам председателя избиркома округа Максима Балабанова, связано это с возможными провокациями в дни голосования. Они уже имеют место и в Химках, и в других местах. На участках еще нет, но в процессе избирательной кампании. Соответственно, ожидаем точно так же на участках, чтобы какие-то вещи не превращались в прецеденты, то есть еще что-то, чтобы люди не могли визуально продемонстрировать беспорядки, когда в наличии порядок. Соответственно, доступ подключен. На брифинге показали и бюллетени, которые предстоит заполнить избирателям. Чтобы избежать подмены, на каждом изображена так называемая рафитная сетка с несколькими степенями защиты. Человеческий глаз рассмотреть такую не способен. Изображение заметно лишь при специализированном анализе. Позаботились не только о прозрачности, но и безопасности грядущих выборов. В условиях пандемии пройти процедуру голосования можно дистанционно. По закону эту заявку может подать любой человек, указав причины, которые отмечены в 67-м федеральном законе. В настоящий момент у нас достаточно большой поток таких заявок идет. Подается до 14 часов 19 сентября 2021 года. Голосование на местном, региональном и федеральном уровнях будет проходить в течение трех дней – с 17 по 19 сентября включительно. Все избирательные участки будут работать с 8 часов утра до 20 часов вечера.